Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Болтинский Антон. Я работаю инженером технической поддержки в группе компании PLN Ural. Представляю вашему вниманию доклад на тему цифровая трансформация производства от ESI Group. В докладе будут рассмотрены следующие вопросы. Что такое цифровая трансформация в понимании компании ESI, используемое РПО и его роли в цепочке цифровизации промышленности и примере выполненных проектов. Скажу пару слов о нашей компании. Группа компании PLN Ural – один из ведущих поставщиков инженерно-программного обеспечения и новых технологий в России. Мы успешно работаем на рынке цифровизации промышленности на протяжении 25 лет со штатом высококвалифицированных специалистов более 100 человек, которые имеют заключение «Большой производственный опыт». Мы являемся сертифицированным центром поддержки продуктов компании ESI Group, Pantaform, Ansys, Siemens и многих других. Компания PLN Engineering входит в группу компании PLN Ural. Официальный представитель ESI Group на территории Российской Федерации и страны СНГ. Осуществляет продажу и внедрение программного обеспечения для моделирования технологических процессов и систем, а также проводит обучение и стажировку сотрудников компаний, на которых внедряются наши шпоты. ESI Group сегодня – это инновационная компания в области программного обеспечения, представленная на рынке уже на протяжении более 45 лет, с большим штатом сотрудников и уникальным программным обеспечением. Нашими клиентами являются ведущие компании в различных отраслях промышленности, от автомобилестроения и судостроения до добычи полезных ископаемых и энергетики. Перейдем непосредственно к концепции гибридного двойника и его роли в цифровизации промышленности. Откуда же возникла потребность в создании гибридного двойника и что это такое? Огромное количество объектов в России и мире – это технологически сложные объекты, на создание которых и последующую эксплуатацию требуются большие финансовые затраты. Основная идея создания гибридного двойника состоит в том, чтобы часть этих финансовых затрат, которые необходимо потратить на работу с реальным объектом и без его прототипа перенести в виртуальное пространство. То есть мы берем сложный объект и создаем его полную цифровую копию, наделяя ее теми свойствами, которые были заложены при производстве объекта и его эксплуатации, что позволяет нам в итоге получить в цифровом мире отражение нашего реального объекта. И уже с этим отражением мы можем делать совершенно различные операции, которые не решились бы выполнять с реальным объектом. Для более эффективного процесса моделирования и управления расчетами сегодня требуется объединение всех разрабатываемых проектов в одну пользовательскую среду. Решение от ESI обеспечивает создание общей платформы для различных видов моделирования при поддержке системы принятия решений. Эта платформа и является уникальным решением для эффективного управления проектами и процессами. В настоящее время стандартные системы Кайя аккреируют жизненным циклом объекта, но этот жизненный цикл все же не теоретический. Все же теоретический. В них мы заранее закладываем и определяем, сколько времени похуже данный объект. Идея включения на данном этапе анализа больших данных подразумевает, что мы получаем данные в реальном времени, с реального объекта. В этом случае мы уточняем жизненный цикл, и он становится не теоретическим, как было заложено изначально, а операционным. Соответственно, мы можем спрогнозировать время работы объекта, исходя из данных, полученных в реальном времени. Как же получить гибридный двойник? У нас есть два блока. Первый – это данные, которые собираются в результате технологического процесса, либо с изделия. Эту информацию мы можем анализировать и создавать цифровую копию. Второй блок – это различные Кай-пакеты. На основе этих расчетов создается виртуальная копия нашего изделия. Соединив эти два блока, получим гибридный двойник. Мы можем заставить наш двойник работать параллельно с нашим технологическим процессом, или даже опережать его. Существует несколько областей применения гибридного двойника. В инжиниринге мы создаем гибридный двойник проектированного объекта. В производстве мы создаем гибридный двойник, производственные линии, которые изготовят наш проектированный объект. И в конце концов, в эксплуатации мы создаем гибридный двойник той среды и тех условий, в которые будет эксплуатироваться объект. Из чего же состоит гибридный двойник? Состоит он из двух частей. Первая – это цифровой двойник. Вторая – виртуальный прототип. Разберем принцип работы цифрового двойника. У нас есть данные, которые генерируются автоматически, либо вручную. Мы их будем называть историческими. Эти данные мы получаем с различных машин, ПЛК, СКАД, систем, инженерных расчетов и множество другого, откуда мы можем получить большой объем информации. Мы передаем данные в систему сбора данных, автоматическую, к примеру, некий сервер или ручную, журнал испытаний. Те же данные, которые записываются в журнал, округи можно перенести в Excel и использовать для дальнейшего анализа. После этого используется система для анализа больших данных. В нашем случае это ESI-Mansett, в котором есть ряд алгоритмов анализа больших данных, включая статистику, машинное обучение и различные способы визуализации данных. На основании полученного анализа мы создаем модели, осуществляем прогноз и внедряем производственный цикл. Получив на выходе желаемый результат, сокращение времени, простое оборудования, оптимизацию энергии, тепла, снижение расходов материалов и многое другое. Но это все было сделано по историческим данным. Создав контур-обратной связи, получив какие-то новые реальные данные, мы могли быстро исправить работу системы для того, чтобы не получить ненужные для нас результаты и лучшие предыдущие показатели. Это, по сути, системная модель обогащенной информацией с реального объекта. Это и есть цифровой двойник в нашем понимании. В чем отличие гибридного двойника от цифрового? У нас есть второй большой блок – виртуальный прототип. Это то, что мы можем произвести виртуально. То есть все компоненты, которые здесь находятся, мы можем создать виртуально. При реальном создании у нас появляются эффекты, геометрические погрешности и другие факторы. Это все может оказать влияние на существующий объект. Но когда мы создаем цифровой двойник, все эти параметры не учитываются, а модель получается лучше, чем есть на самом деле. То есть она получается идеальной. За счет того, что мы виртуально производим компоненты данного объекта, мы их можем виртуально собрать. Используя совершенно различные операции, мы можем получить более достоверную модель объекта, которую моделируем и учесть все то, что было заложено на стадии производства или проектирования в том самом гибридном двойнике, который создадим. Создание гибридного двойника состоит из трех этапов. Первый этап – это этап анализа больших данных. Программное обеспечение ЕСА и МНЦ позволяет анализировать данные, собранные из большого количества дачи, и выстраивать зависимости между значениями и сенсорами. С теми событиями, которые мы хотим спрогнозировать, к примеру, выход из строя какого-либо компонента, оборудование, системы. По сути, осуществляется регрессионный анализ. Для выбранного участка производственной линии или отдельного физического и технологического процесса собирается перечень статических и других данных-датчиков, сенсоров, ПЛК, КАД-асистент. На основе решений ЕСА и МНЦ проводится аналитика данных, выявляются зависимости между параметрами, отсекается информационный менюзор. Данные являются основой для машинного обучения, позволяющего прогнозировать работу нашей линии в любых условиях и на любых режимах. В результате выполнения данного этапа мы получим причинно-следственную связь между факторами и откликом, регрессионную модель зависимости между всеми влияющими факторами и выгодными откликами, модель вероятности происхождения события в зависимости от значения факторов, также результат анализа «что если», который позволяет прогнозировать поведение конструкции в аварийных условиях, и модель управления процессом работы, линии оборудования на различных технологических режимах на основании машинного обучения. Следующий большой этап – это системная моделирование. Как бы сложная система ни была, какая сложная система ни была, ее можно разложить на компоненты. Электрическая, гидравлическая, термическая, механическая система, система управления и непосредственно время. На этом этапе мы решаем следующие задачи. Создаем высокоточную систему и модель выбранного объекта с учетом различных элементов конструкции. Встраиваем большие данные с первого этапа в системную модель и получаем с собой двойник, о котором говорили ранее. Анализируем надежность всех систем и модулируем поломки. Результатами данного этапа являются интерактивная, одномерная модель объектов с привязкой реальных данных, позволяющим учесть дополнительную информацию по действующей модели применительных прототипу новой. Прогноз изменений поведения системы при изменении любых исходных параметров. Компенсация отсутствия части физических датчиков за счет использования виртуальных, то есть получения дополнительной информации об объекте без непосредственной установки на него измерительной аппаратуры, как следствие снижения издержек на обслуживании, то есть снижения затрат. И завершающий этап, третий, это этап создания гибридного двойника. На данном этапе мы получаем гибридный двойник, работающий в виртуальном пространстве, одновременно с реальным объектом. В результате выполнения данного этапа мы получим подтвержденный, то есть верифицированный гибридный двойник, возможность устроения производственной линии на виртуальном стенде, также возможность контроля в реальном времени обработки с оценкой возможных поломок, возможность оценки замены обработки, церия или параметры технологического процесса и влияние на качество получаемых изделий, инструмент для эффективного снижения затрат. Рассмотрим один из примеров. В качестве примера я взял гибридный двойник ветрогенератора. Как же был реализован данный проект? С одной стороны, у нас есть информация с реальных сенсоров, которая поступает через интернет-вещей в мейнсепт, который анализирует причины и следственные связи. С другой, у нас есть созданная системная модель и модель лопастей, которая была рассчитана методом конечных элементов. Данная модель была интегрирована в систему. В результате мы получили гибридный двойник, то есть программу, которая в режиме реального времени рассматривает поведение каждого из ветрогенераторов, получает информацию о скорости вращения лопастей, о скорости ветра, в режиме работы. И может, во-первых, гаранее спрогнозировать время жизни каждого из ветрогенераторов, во-вторых, может спрогнозировать износ и выход из строя отдельных компонентов, от того, как это произошло. И, в-третьих, может определить, в случае каждого, какого повреждения компонентов ветрогенератор может еще работать, пусть и с уменьшенной нагрузкой, до того, как произойдет его обслуживание. А также может оптимизировать модель, то есть, что является тоже немаловажным. На данном слайде представлены компоненты системной модели ветрогенераторов, которая была разработана в Simulation X. Для создания данной модели использовались элементы библиотектора мерной и одномерной механики, электрики, пневматики, сигнальных блоков. Также были учтены термодинамические процессы, протекающие в компонентах системы. Важным компонентом данной модели является продукт FAME, который позволяет рассчитать различные варианты разрушения. Суть данного продукта в том, что мы можем предсказывать разрушение до того, как оно произошло, а также спрогнозировать работу системы после начала разрушения, до того, как в реальности она будет разрушена. На данном слайде продемонстрированы виды разрушения элементов редуктора, которые были смоделированы. Сам же редуктор служит ветрогенераторе для увеличения числа оборотов, передаваемых от ротора, лопасти вентилятора, к генератору. В результате мы получили гибридный двойник ветрогенератора и информацию о необходимости его примитивного обслуживания по результатам имитационного моделирования и анализа работы системы. В конце хотелось бы сказать, что комплексный подход группы компании PLM Ural позволяет получить нашим клиентам ранее недоступные решения по усовершенствованию производственных процессов, что в конечном итоге приводит к общему улучшению показателей эффективности бизнеса. Спасибо большое за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы.